Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет читаем книгу Исаии. 34 глава. Небольшая глава, и вместе с 35, которая еще меньше, эти две главы иногда называют «малым апокалипсисом». Вспомним, что об одном, условно говоря, апокалипсисе речь уже шла, когда мы с вами читали главы с 24 по 27 включительно. Вот эти главы, 34-35, тоже иногда в экзегетической литературе называют «апокалипсисом», то есть откровением о грядущем мессианско-эсхатологическом царстве, о будущем, то есть эти главы носят эсхатологическое и даже апокалиптическое содержание. Читаем. «Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающееся в ней». Пророк обращается здесь уже не к Ассирии, не к Израилю, не к Иерусалиму, не к Сиону, а обращается ко всему свету, ко всем. Универсальная пророческая весть, потому что будущее, вот то будущее, которое грядет, центром которого является Сион, Иерусалим, оно касается всех. Это будущее, это эсхатологическая пророческая весть. Земля здесь, это, видимо, не Эрец Исраэль, поскольку говорится о племенах и народах, а земля вообще, как место обитания человека. «Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на все воинство их, Он предал их заклятию, отдал их на заклание. Прежде чем наступит торжество эсхатологического царства, будет истребление нечестивых. Господь поразит и убьет всех врагов своего народа». Об этом не раз говорится и у Исаии, и у других пророков. Там, где они говорят об грядущих эсхатологических временах избавления. Эсхатологические пророчества возникают в ту эпоху, когда народ живет под гнетом внешних сил, империй. И вот эти пророчества эсхатологического характера, они вдохновляют народа, дают ему сил бороться дальше. «Ради новой той реальности, которая грядет, нового мирового порядка, который установит сам Господь, ради того нового мира, участниками которого они будут, если сохранят верность Господу в суровых испытаниях, которые готовят им жизнь». Читаем третий стих. «Народы преданы заклятию». То есть Херем, вот это заклятие, они этому заклятию предаются, второй стих, потому что Господь их уничтожает, Он их заколает. «И убитые их, этих народов, неприятелей народа Божьего, убитые их будут разбросаны, и от трупов их подымется смрад, и горы размокнут от крови их». Вот опять пророческая гипербола поэтическая, горы, скалы, ну кто их может размочить? Так вот они размокнут от крови врагов Израиля. «И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы». Очень поэтично, и читателю-христианину, конечно же, вспоминается эсхатологическая проповедь Христа на Масличной горе. Матфея, 24 глава, и параллельные места у синоптиков, где ученики задают Иисусу вопрос, когда это будет и какой признак кончины мира. Господь говорит о тех временах ближайших, которые наступают, связанных с Аудейской войной и разрушением храма Иерусалима. И есть другая, отдаленная перспектива в этой эсхатологической проповеди Иисуса на Масличной горе, где говорится о кончине мира, о конце истории, где говорится о признаках конца мира, конца человеческой истории и о признаках грядущего его второго пришествия Христова. Вот там как раз эти выражения используются, и не только там, но и в других эсхатологических местах Нового Завета похожие содержатся тексты, параллели, можно сказать, в таких как Второе послание Петра или книга Апокалипсис Иоанна. «Воинство небесное» — это звезды в поэтическом языке пророка, они спадут, словно листья осенние падают с деревьев увядающих, с виноградной лозы, вот куст виноградная лоза, или дерево, смоковница, то есть инжир. Дальше прямая речь Господа. «Ибо упился меч мой на небесах». Господь с небес грядет, обнажает свой меч, свое оружие, для того, чтобы наказать врагов Израиля, снисходит на землю и наказывает их. «Упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Эдом и на народ, преданный мною заклятию. Меч свой посылает Господь на Эдом лютого врага иудеев, тех злорадных идумеев, которые радовались, когда царь Навуходоносор грабил, разрушал и сжигал Иерусалим и уводил пленных иудеев в Вавилонию. То, что произошло в 586, может быть, в 587 году до н.э. Эдом потирал руки, видел все это, наблюдал, злорадствовал, говорил, «Разрушайте, разрушайте до основания его», вспомним известный псалом. «Гару, гару, адьесод, ба». Вот то же самое будет с тобой, в том псалме говорится, и за то, что ты злорадствовал, другие будут злорадствовать над тобою. Вот здесь опять Эдом, этот вечный неприятель древнего Израиля, здесь опять упоминается и не раз, дважды упоминается в этой главе, как народ, преданный заклятию, на который нисходит меч Господень, и не только на Эдом, но и на все народы, те, которые являются неприятелями Израиля. «Меч Господа наполнится кровью, уточняет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почековнов, ибо жертва у Господа в вассоре и большое заклание в земле Эдома». Вот этот образ битвы, сражения и поля, усеянного трупами, и воинов, пораженных мечами, пронзенных копьями, и уподобление всего этого трапези, на которую созываются птицы небесные, звери полевые, словно заклание какое-то жертвенное от Господа. Здесь тоже сказано «жертва у Господа». Этот образ и в других местах Писания, пророческих Писаний, употребляется этот образ. Вот и здесь он присутствует. Битва, падшие трупы на поле уподобляются жертвенной трапезе. Здесь следует сказать о упомянутом вассоре. Вассор — это территория Гил-Ад, Гала-Ад. Современная Южная Сирия, километрах в 30 от сирийско-орданской границы расположен в Мухафазете-Дер-А, провинции Дер-А. Вот там расположена эта древняя босра. Позднее в этой босре, неоднократно упоминаемой в Библии, синодальный перевод вассор, в этой босре были построены очень мощные сооружения на ботеями. Потом в римский период был построен замечательный театр. Вот не так давно мне довелось побывать в босре, которая здесь названа вассором. Это производит большое впечатление, скажу я вам. И всякий, у кого есть возможность побывать в Сирии, обязательно, конечно же, должен побывать вот в этом самом босоре, в этой самой босре, убедиться в истинности пророческих слов, вот, и утвердиться в неотменимости слов пророка. Много прошло эпох, много сменилось держав, которые господствовали над босрой народов. Но город этот есть, существует до сих пор, и переживший исполнение многих пророчеств библейских. Эдом — это не совсем босра, точнее, босра — это не совсем эдом. Эдом несколько южнее. Босра, расположенное в Галааде, это территория полуколена, когда-то полуколена Моносина, полуколена Моносе, самого северо-восточного колена израильского, вот, в Заярдане. Вот это самая босра, вассор, развалины, которые мы сейчас встречаем в южной части Сирии, вот, многократно встречается в библейских текстах. И потом в исторических текстах тоже. «А буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточняет оттука». Вот эта грандиозная картина, вот это сражение, баталия, и все, что потом, земля усеянная трупами. Эти слова, это картина, которую пишет пророк словами, она даже как бы просится на картину какого-нибудь художника-баталиста. Так все это грандиозно здесь представлено. Горы, размягшие буквально от крови в поэтическом языке Исаии. Вот эти все мечи, упоенные жиром человеческим и кровью, испачканные все кровью и туком людей, воинов павших. Вот в этот день мщения у Господа, как сказано в 8 стихе, год возмездия за Сион. За ограбленный, опустошенный, оскверненный врагами Сион, святой град Божий, Сион, Господь отомстит. Сам Господь будет мстителем, ибо это день эсхатологический, день грядущий, день предваряющий наступление Царства Божия на земле, день божественной справедливости, день отмщения у Господа и возмездия за Сион. 9 стих «И превратятся реки его в смолу и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою». Это уже речь о земле врага, земле неприятеля. Все враги и все неприятели будут уничтожены в день Господень при наступлении Царства Божьего. Не будут гаснуть, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелую, во веки веков никто не пройдет по ней. Стоит сегодня путешественникам посетить развалины Вавилона, развалины Неневии, других древних, когда-то цветущих городов и столиц, там, в Ираке, чтобы убедиться, дальше мы увидим другие картины, где говорится как раз о развалинах этих городов, что вся эта земля, все эти города, которые когда-то цвели, все эти каналы, все это, весь этот сад, весь этот рай превратился в пустыню, опустелую, опустелую землю, и города эти стали развалинами, сбылись пророчества Исаии и других пророков об Ассирии и Вавилоне. Завладеют ею землей неприятеля, видно, речь идет о Ассирии и Вавилоне, в будущем завладеют ею, пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Ослабели веревки твои, говорилось в предыдущей 33 главе, и вот здесь опять веревки, только уже веревки измерительные. Веревки использовались для измерения территорий. Веревками отмеряли измерительная верфь. Отвес, используемый в строительстве, в строительстве свинцовый отвес, у Амоса упоминается, что видишь ты, Амос, вижу свинцовый отвес. Вот и здесь отвес верфь разорения, отвес уничтожения. Отвес парадоксальным образом здесь не как элемент, инструмент для строительства, а инструмент для уничтожения и разрушения. В поэтическом языке пророков такое возможно, такой парадокс. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. Ну, кого сегодня призовешь на царство в каком-нибудь южном Ираке, да и или в северном. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыней ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов. Вот такая контрастная картина по сравнению с тем, что представляла из себя Сирия и Вавилон во времена пророка. Пророк говорит о ее полном уничтожении, о полном опустошении, как если бы мы сегодня говорили о полном уничтожении, опустошении какого-нибудь Нью-Йорка или Пекина. «И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыней ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов». Вот эти шакалы, страусы, ежи, филины, вороны, то есть дикие птицы, дикие животные, и дальше еще будет интересней, частенько упоминаются у пророков как признаки опустошения, как картины, образы запустения. Городов, где когда-то жили люди, людей больше нет, в этих городах живут дикие птицы и дикие звери. Звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим, там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Вот это 14 стих 34 главы Иса, и он очень интересен. Здесь упомянуты какие-то загадочные существа, редкие, дикие животные, но некоторые комментаторы говорят, что здесь демонология древнеюдейская, что здесь представлены не животные, а демоны, бесы, шедим, хотя этого термина здесь нет в этом стихе, какие-то косматые упомянутые, вот, саир, кто это, козлы косматые, бесы, обезьяны, непонятно, какие-то редкие, редкие, дикие животные. Интереснейший термин представляет собой здесь лилит, которое в синодальном переводе это слово переведено через ночное привидение. Лилит это апокс, то есть нигде за пределами этого стиха мы это слово больше не встречаем в еврейской Библии, но зато оно часто встречается в постбиблейско-иудейской литературе, в еврейской мифологии, что ли, еврейской демонологии. Лилит занимает очень важное место. Лилит, то, что здесь переведено ночное привидение, это у евреев очень не библейских евреев, а вот евреев средневековья, очень важный термин, очень важное понятие в их демонологии. Я прочту небольшой отрывок из учебной Библии, изданной российским библейским обществом, где в комментарии к этому стиху говорится, именно комментируется это слово лилит, читаю, цитирую, лилит, возможно, здесь так называется какая-то ночная птица, один из вариантов. В Библии это слово больше не встречается нигде. Вот. В постбиблейской еврейской традиции лилит ночная крылатая дива лица, губительница рожениц и новорожденных, соблазнительница спящих мужчин. Лилит становится центральной женской фигурой еврейской демонологии. Про нее рассказывается, что она первая жена Адама, она же царица Савская и прочее. Эти представления о лилит нашли отражение у Геты в Фаусте. В конечном счете, демонический образ лилит восходит к мифологическим представлениям древней Месопотамии, где лилиту демон бури женского пола. Не исключено, что демонический образ подразумевается и в данном стихе книги Исаии. Конец цитаты из учебной Библии, выпущенной российским библейским обществом не так давно. Вот этот комментатор здесь краткие сведения приводит об истории бытования в дальнейшем этой самой лилит. Более подробно можно почитать и дореволюционную еврейскую энциклопедию, если открыть статью иудейской демонологии или, скажем, словарную статью той же самой лилит, вот той же самой лилит, или более современные есть исследования более новые, посвященные еврейской демонологии. Еврейская демонология таким образом опирается на этот текст Исаии, как и на многие другие места священного писания, где такие вот загадочные встречаются термины, загадочные персонажи. вот, ну, как бы там ни было, здесь речь идет о диких животных или речь идет о демонах, о бесах, как бы там ни было, это и то, и другое является образом запустения, опустошения неприятельских городов, неприятельской столицы. Там угнездится летучий змей, можно перевести через птица пустыни, вот этого самого летучего змея, 15 стиха, некоторые так и переводят. Кипоз будет класть яйца и выводить детей и собирать их под тень свою, там и коршуны будут собираться один к другому. Летучий змей или птица пустыни будет класть яйца, ну, яйца кладут птица, как мы знаем, пустынная какая-то птица или летучий змей, два варианта перевода этого непонятного еврейского слова. Коршун также предположительный перевод дают многие, ну, иногда какой-то стервятник, через стервятника переводится, ну, в общем, какая-то хищная птица тоже в конце стиха 15-го. Будут собираться один к другому они. Нет людей, все запустело. Дальше 16-й стих. «Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его, то есть Господа, повелели, и сам дух его соберет их». Соберет врагов на последнюю битву, на последнюю битву Господа со своими всеми-всеми врагами. Враги его народа это его личные враги, враги Господа. И он их всех убьет, всех уничтожит. Его божественный меч, посланный с небес, уничтожит и Эдом, и всех врагов, какие только не есть у его божьего народа. Горы размякнуты от крови, все мечи будут напоены кровью поэтически, да, и насыщены туком людей. Вот. Но что же это за книга Господня? Единственный раз здесь, во всем Священном Писании, вот только здесь упомянут какая-то сэфер, какой-то сэфер плюс тетрограмма. Книга Господня, книга Господа. Имеется ли в виду книга судеб Божьих, которая на небесах? Вот. В других местах мы не встречаем подобное словосочетание тождественное, такое же самое. Вот. Или другое предположение, что какая-то была книга Господа, утерянная, упомянутая. Ну, мы не раз встречаемся с названиями каких-то книг, которые до нас не дошли. Книга Праведного, у Иисуса Новина упоминается, ряд других названий имеется. Вот. Здесь книга Господня. Не знаем мы, что это за книга Господня. Ну, как одно из предположений, это книга судеб Господних, которые пишутся на небесах. Книга судеб всех людей. Вот. Ну, тогда почему отыщите и прочитайте? Как современники Исаии, или мы можем отыскать и прочитать книгу Господню, которая там у Господа на небесах? Тогда второй вариант толкования, что здесь имеется в виду книга какая-то утерянная, которая была вполне известна современникам Исаии. В общем, такое загадочное выражение. Или, может быть, это просто поэтическое выражение, такая пророческая поэзия, что есть некая книга, которую можно отыскать, прочитать, но которая содержится, которая имеется лишь в поэтическом образном языке пророка-поэта. Заключительный стих, 17 стих 34 главы звучит так. Сам Он, то есть Господь, бросил им жребий, и Его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней. Ее, то есть землю, землю врагов Господь разделит по жребию своему народу. И они овладеют землей неприятеля, как когда-то их собственной землей овладели их неприятели. Закон божественного воздаяния. Так заканчивается 34 глава Исаии, но следующая 35 глава является продолжением этой же самой темы, эскатологической темы, продолжением этого маленького Исаевского апокалипсиса. К 35 главе мы вернемся в следующей беседе. Запись это для библейского портала Экзегет и ни для кого бы то ни было другого. Исаевского Исаевского Продолжение следует...